1722 хадис, Анавделяя ибн Амр, Абдулла ибн Амр рассказывал, посланник Аллаху Саласам говорил, хайру асхаби амдаллах и хайру нису ахабихи. Вот это очень важный хадис, тоже один из доводов. Уже сколько доводов мы приводили на это правило какое, что каждый должен делать что? То, что ему приказано. Самым лучшим товарищем у Всевышнего Аллаха, вот ты, например, дружишь с каким-то братом, вы два товарища, вот кто из вас лучше? Кто из вас лучше? Пророк Саласам сказал, хайру асхаби асхаби, тот, кто больше приносит своему брату. Дальше Пророк Саласам сказал, хайру аль джирани инда лаги, хайру амли джари. И лучшим из соседей у Всевышнего Аллаха, является тот, кто лучше из них относится к своему соседу. Братья, если мы начнем практиковать вот эти хадисы, представляете, что случится с нашим обществом? Что случится с нашими обществами? Вот просто у каждого же есть друг, и каждый будет, вот есть же понятие мунафаса, мы же разбирались с вами аяты, ... Пусть в этом соревнуются соревнующиеся. Вот у нас Бараку Фикум, ты во всем должен соревноваться. То есть как ученые говорят, Бараку Фикум, например, два человека, один человек преподает, например, знания. Пришел один человек, Барак Луфикум, ты смотришь, Машалла, Аллах Мабарик, взял и преподает, допустим, какую-то, например, скажем, там, например, Бачу какую-то книгу. Преподает, допустим, начал преподавать, например, Суна Набидауд. И ты должен, Барак Луфикум, с ним стараться соревноваться. Каким образом? Ты тоже должен параллельно с ним преподавать какую-то книгу, любя его, не завидуя ему. Вот у нас вот это нездоровое, больное какое-то явление, чума среди требующих знаний. Один преподает, другой начинает ему завидовать. Преподает, тоже начинает параллельно преподавать из-за зависти к нему. Из-за зависти к нему. Нет, ты должен радоваться, что он преподает. Как Умар Абюлхата, помните, мы говорили, когда он, пророк Салаллаху, Алейхи Усалям, побудил принести садок, а Умар сказал, сегодня я что? Одержу победу над Абубакром и принес половину своего имущества. Абубакр принес все свое имущество. То есть, разве Умар ненавидел Абубакра? Он радовался этому, но думал, не думал, не рассчитал, думал, что Абубакр меньше принесет, четверто принесет. в вакар как всегда намбер ватка говорится рады аллах рады аллахан рады аллахан рады аллахан джемен рады ланом джемида будет а вас контроль довольны всем поэтому лучшим является тот кто лучше для свой товарищ